В этом апреле вышло всего несколько больших игр, но чем ближе май, тем выше активность игровой индустрии. Впереди множество громких релизов, а поток новостей и вовсе становится все более бурным и интересным день ото дня. Издатели и платформы-держатели активно соревнуются в том, кто лучше подогреет интерес публики к потенциальным хитам. Microsoft вот пообещала, что подписчики Game Pass в мае получат новейший эксклюзив State of Decay 2 уже в день релиза. Всего 600 рублей и вы сможете играть в зомби-экшен, а также в полторы сотни других игр до конца месяца. Пусть у Xbox проблемы с частотой выхода крутых эксклюзивов, но это не мешает американской консоли отчаянно бороться за внимание геймеров, применяя весьма дерзкие тактики. Впрочем, у Sony тоже есть свои методы. Домоверсию Detroit Become Human, главного майского эксклюзива 4 PlayStation, можно скачать уже прямо сейчас. Помимо того, японская компания выпустила несколько новых видео, а также организовала показ игры для журналистов со всей Европы. Наш главный редактор тоже попробовал Detroit и много чего интересного о нем написал. А чтобы дополнительно заинтересовать геймеров в новом детище Дэвида Кейджа, Sony еще и добавили его предыдущий проект Beyond Two Souls в майский набор PlayStation Plus. Хотя нам кажется, что в первую очередь подписчикам стоит скачать близкий к идеалу двухмерный платформер Rayman Legends. Но привлекать внимание можно не только к новинкам. Ubisoft решила напомнить публике о многопользовательском онлайн-экшене For Honor и с 3 по 6 мая позволяет поиграть в него без какой-либо платы. Если вы до сих пор не решались сразиться в роли самурая с викингами и средневековыми рыцарями, то это ваш шанс. Свои маркетинговые уловки есть и у компании Sega. Она вовсю намекает, что может выпустить на актуальной консоли PlayStation вообще все игры из серии Yakuza. Тут уже есть пара новинок, одно ответвление и два переиздания. Но если Sega перевыпустит еще три игры, то фанаты получат нечто доселе невиданное. Хотелось бы дождаться и обещанного ремастера System Shock, которым занимается небольшая независимая студия. Ну как занимается, то замораживает, то откладывает, то отодвигает. Теперь нам обещают, что возрожденная классика вводит в 2020. У фанатов оригинала к этому моменту уже небось внуки появятся. Непонятно как дождать и изометрический боевик Ritual. Но вот это как раз совершенно нормально, ведь игру анонсировали только на днях. Это будет двухстиковый шутер в декорациях так называемого дичайшего запада, когда кругом чудища, который временами даже адекватней окончательно осатаневших ковбоев. Но еще важнее то, что Ritual делают авторы стильный, динамичный и попросту замечательный сериал-клинер. Вот причина, почему за грядущим шутером стоит следить. Главной же новостью этой недели стал целый вал подробностей грядущей Shadow of the Tomb Raider. Нам показали и картинки, и трейлер, и даже рассказали, кого и зачем Лара будет на сей раз спасать. Стоит заметить, что задачка перед Мисс Крофт стоит непростая. Уберечь мир от апокалиптического пророчества индейцев Майя. Но тем интересней должно быть играть. А если кому-то покажется мало, то разработчики обещают набор из семи дополнений и кооперативный режим. На этом сага о становлении культовой расхитительницы гробниц завершится. Но все мы понимаем, что это еще не конец. Позже для Лары Крофт обязательно придумают новые приключения. Зато совершенно точно пора завершать это видео. Хватит болтать, давайте играть! Что же до нового выпуска рубрики, то он будет вечером в воскресенье. Как и всегда, ровно через неделю. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. И увидимся в следующих выпусках и на страницах портала Stratec.ru Уберечь мир от апокалиптического пророчества индейцев Майя. Но тем интересней должно быть играть. А если кому-то покажется мало, то разработчики обещают наборы с семидополнений и кооперативный режим. Да, что со мной не так? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok